Сезон охоты открыт. 1 сентября начался осенний охотничий сезон. Что нового появилось в правилах охоты, вы узнаете из сюжета нашего корреспондента Сергея Высокосова. Охотники-рыболовы – это люди особой породы. Кто-то из них – добытчик, для них главное принести домой трофеи. Кто-то – любитель побродить степными тропами. Для них важно слиться с природой и почувствовать первозданность бытия. Но и те, и другие подвержены азарту. А в пылу поиска дичи нередко забываются правила поведения в охотничьих угодьях. 2 июля этого года вышли правила охоты на территории Республики Казахстан. И там есть некоторые дополнения, которые должны знать все любители поохотиться. Запрещены электронные средства манки, электронные прицелы самонаводящиеся. Также запрещено использование автотехники, запрещено использование фар, света. Дополнения появились в охоте на копытных. Охота без сопроводительных лиц, то есть это представителей егерской службы охотхозяйства или представителей уполновоченного органа. Охота запрещена. Также в этом году ввели дни отдыха дичи. Это вторник среда на охотхозяйство для того, чтобы дичь могла отдыхать, успокоиться, набраться сил перед отлетом. Если кто увлекается национальными видами охоты, а это использование ловчих птиц и собак местной породы тазы, то их надо зарегистрировать и получить разрешение в местных обществах охотников и рыболовов. Это распространяется и на другие породы собак. Чтобы случайно не стать браконьером, надо знать, что отстрел позволен только при наличии разрешения и марок, указывающих конкретную породу дичи. Если вы подстрелили птицу или иного зверя без марки и при вас нашли части туши, даже если они уже находятся в котле и высотоварищи предвкушаете отпробовать свежатинки, за это вы будете нести ответственность как браконьер. Есть и еще некоторые дополнения в правила охоты на территории Республики Казахстан. В пункте 13 говорится, что теперь будут нести наказание люди за то, что оставляют бытовые или предметы мусора, будет составляться административный штраф выписываться без всяких предупреждений. То есть надо следить уже за порядком, относиться к нашей природе по-человечески. На утку, лысуху, гуся, голубя можно охотиться до 30 ноября. На куропатку до 15 ноября. На копытных до 31 декабря. Барсука можно добывать до его залегания на зимовку. Сергей Высокосов, Алексей Спиридонов, Первый, Карагандинский.